Здравствуйте! Это новости спорта. С вами Ульяна Любимова и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. Завтра главная челябинская команда «Трактор» встретится с Ярославским локомотивом. «Челмет» проиграл на домашней арене, а «Белые медведи» уступили на выезде. Все подробности прямо сейчас. «Трактор» завтра встретится с Ярославским локомотивом в рамках второй игры домашней серии. Первая завершилась в сухую со счетом 0-5. Не в пользу черно-белых. Челябинский эксперт Анатолий Картаев считает, что в матче с железнодорожниками в первую очередь необходимо обратить внимание на защиту. Сладились за игроками, вели их, значит не давали бросать, ложились под шайбу, то есть самодельно отключались. Вот это только даст положительный результат, который в очередь для нас необходим. В принципе, команда-то может играть. Я же вижу все, что потенциал-то у нас хороший. Только дисциплины нету игровой. Другая южноуральская команда «Металург» вчера удачно начала очередную домашнюю серию. 2-1 в пользу «Магнитке». Сейчас все команды примерно равные и все хорошо играют в обороне. И нужно забивать такие, можно сказать, полезный пятак и постараться сыграть на навивание, и что дает результат. Следующий матч подопечные Йозефа Яндыча проведут 27 сентября на своем льду против московского «Динамо». А хоккеистам «Челмета» не удалось продолжить победную серию в регулярном чемпионате ВХЛ. После четырех успешных игр они уступили на своем льду лидеру лиги «Металургу» из Новокузнецка, который в этом сезоне пока не знает поражений. В поединке в Челябинске игроки «Кузне» трижды огорчили хозяев. Последняя шайба влетела в пустые ворота челябинцев на исходе матча, когда вместо галкипера Владислава Сухачева вышел шестой полевой игрок. 0-3 поражение «Челметом». На послематчевой пресс-конференции Алексей Тертышный поблагодарил своих подопечных за игру и попрощался с коллективом. Напомню, что по решению руководства «Трактора» он будет помощником главного тренера «Черно-белых», а наставником фарм-клуба станет Равиль Гусманов. Поэтому не так будет сложно найти общий контакт. Поэтому хороший задел сделали. Желаю удачи и, соответственно, чтобы они помогли тренеру. 2 октября «Челмет» начинает выездную серию с четырех матчей. Его первым соперником будет «Сканевай» из Санкт-Петербурга. А молодежная команда системы «Трактор» «Белые медведи» уступила в Нижнекамске местному реактору. Подопечные Максима Смельницкого проиграли лидеру Восточной конференции со счетом 2-6. Оба гола у южноуральцев забил Платон Попов. Завтра в городе Накаме состоится повторный поединок. Сейчас «Белые медведи» на 15-м месте турнирной таблицы. К другим новостям. Южноуральские кикбоксеры завоевали три золота и бронзу на юниорском первенстве мира в Италии. Победителями в разделе «Фулл контакт» стали челябинцы Тамерлан Касымов и Элина Ульданова, а также Яна Русакова и Златоуста. В дисциплине «Лайтконтакт» бронзовую награду добыл Вадим Селютин из Челябинска. Наставники медалистов – заслуженные тренеры России фарегат Касымов, Руслан и Валерия Ишмаковы и Иван Козлов. Наши земляки внесли весомый вклад в общекомандную победу сборной России, которая по количеству и качеству наград намного опередила соперников из 62 стран. Отвесная скала, адреналин в каждом движении и больше 50 юных экстремалов. В окрестностях Златоуста на горе Мышляй состоялся традиционный кубок снежных барсов по спортивному скалолазанию. Он посвящен памяти известных альпинистов. Этот предфинишный рубеж – один из самых сложных на маршруте. Участнику надо только коснуться контрольной метки – красного квадрата. Но сделать это не так уж и легко. Ну, эта трасса не самая сложная, но непростая именно в самом конце, потому что там надо зацепиться каким-то образом за уступ. Как-то я не знаю, как вылазят другие люди, но я вообще подпрыгнул, чтобы коснуться вот этого квадратика. На скалах горы Мышляй проходит открытое первенство Златоустовского городского округа по спортивному скалолазанию, посвященное памяти известных альпинистов Сергея Соколова, Сергея Сорокина и Павла Ивановского. Все трое были удостоены самого уважаемого звания в этом виде спорта – снежный барс за покорение высочайших вершин бывшего Советского Союза, пика победы, пика Ленина и коммунизма, а также пика Корженевской. Во-первых, это интересно, это экстремально. И детям, я думаю, как 30 лет назад, так и сегодня, это действительно помогает в жизни, помогает найти хороших друзей. Участниками соревнований в разделе «Трудность» были полсотни юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет. Сначала прошла квалификация, затем финалы. Всего было разыграно 24 медали. А переходящий кубок снежных барсов достался учащимся 10-й общеобразовательной школы Златоуста. На сегодня это все. Далее Елизавета Болдырева расскажет, почему на улице братьев Кошириных в Челябинске вспыхнула девятиэтажка. В дыму оказался весь дом. Не переключайтесь.